ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Весной театр на Спасской приглашает зрителей на разбор вещей 24-26 марта. И вот у нас в гостях Егор Чернышев, главный режиссер театра на Спасской. Здравствуйте. Добрый день. И Юлия Юношайта, завлит театра на Спасской, драматург. Здравствуйте. Почему мы говорим, что не сразу, а плавно? Потому что буквально в 11 часов началось, а к половине 12-го закончилось заседание оперативного штаба по коронавирусу. И как мы поняли, Ольгу Рысеву, министр образования Кировской области, всем учреждениям рекомендовано все прикрыть. Если такие рекомендации в итоге будут выпущены. Понятно, что сейчас рано говорить о каких-то запретительных мерах, ограничительных. Но вот если вдруг рекомендует, что будем делать с мероприятием? Так мы же играем не из денег, а чтобы вечность проводить. Это еще сказал Пушкин. Поэтому нет, поэтому ничего не изменится. То есть лаборатория, она в любом случае состоится. То есть если будет совсем все плохо, мы ее сделаем онлайн, мы сделаем трансляции в интернете. Если будет возможность позвать до 50 человек, как в Москве, мы соберем до 50 человек зрителей. То есть поэтому в любом случае она произойдет. Потому что, ну, опять же, лаборатория же это вещь такая, это инструмент для работы театра. Инструмент для формирования репертуара. И поэтому мы ее в любом случае проведем. То есть основная цель же здесь не денег заработать. — Ну вот это прекрасно, на самом деле, что многие сейчас готовы быстренько-быстренько переключиться на онлайн-режимы. Как мы уже с Соней в первом части сказали, возможно, даже если нас всех посадят на карантин, то нам дома будет всем чем заняться, мы будем играть в мозгобойню онлайн, мы будем слушать читки онлайн и прекрасно проводить время дома. — Ну вот Радио Арзамас сделала подписку для всех абсолютно бесплатной пока, но на то время, пока у нас такие вот меры введены, по больше 50 не собираться, и за что там еще? Порнхаб присоединился к этому. Но он это ввел в Италии, бесплатный премиум, но у всех, у кого есть VPN, мы это знаем, как все делаются дела. Значит, еще много университетов и всяких разных интеллектуальных программ тоже переходят в онлайн, поэтому не соскучимся, я надеюсь. — Ну, непосредственно теперь к мероприятию, кто начнет. Юлия, вы? — Ну, я думаю, Егор все-таки, как идеолог и тот, кто предложил эту лабораторию. — Ну, вкратце, значит, история какая. Значит, лаборатория будет, да, посвящена творчеству Михаила Юрьевича Угарова. Вот, идея в чем заключается наша? Я хочу, в принципе, чтобы эта лаборатория стала ежегодной, как все, что я делаю в этом театре, я закладываю некий уклад, который будет работать из года в год. В следующем году, как бы, мы сейчас проведем, отдадим память Михаилу Юрьевичу, а в следующем году мы хотим сделать, чтобы это была такая смешанная драматургическая режиссерская лаборатория, чтобы мы приглашали в Киров режиссеров, драматургов, чтобы на базе театра на Спасской рождались какие-то новые тексты, чтобы люди что-то писали, предлагали. То есть это будет лаборатория по созданию текстов. То есть смысл будет в том, чтобы в репертуаре театра на Спасской были названия, которые идут только у нас, и тексты, которые можно услышать только в Кирове. То есть не что-то из Любимовки опять о своем? Нет, 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 нет. Нет, абсолютно авторская своя история. Просто первым шагом мы отдаем дань памяти тем, кто это делал в театре на Спасской, до нас. Мы отдаем дань памяти Михаилу Юрьевичу, который писал тексты на базе театра на Спасской. А следующим шагом будет создание текстов уже, создание режиссерской драматургической лаборатории. Слушайте, вот пару минут, да, буквально или две-три минутки, я не знаю, кто-нибудь из вас расскажет, потому что ни раз и ни два мы здесь уже упоминали Михаила Юрьевича Угарова, но, по-моему, никогда нашим слушателям не рассказывали вообще о его вкладе в развитие именно нашей культуры. Ну вот Юля сейчас много чего прочитала в архиве, она расскажет. Да, да, да. Дело в том, что это имя, оно действительно широко известно по всей стране, за его пределами, но есть такое мнение, что в Кирове вроде бы фигура не очень известная. Но в Кирове она не очень известная просто потому, что в 92-м году Угаров уехал из Кирова, и в Москве уже открыл Театр Дог, и запустил целую серию каких-то проектов, конкурсов и так далее, и так далее. Он один из идеологов новой драмы, а в Театре на Спасской в Кирове он служил сначала артистом, а потом зафлитом, перешел вот с актерской должности на зафлитскую. И его первая пьеса, вот после того, как его не стало, был издан сборник, и куда вошли в том числе тексты, написанные во время его работы в Театре на Спасской. И мы, когда к лаборатории готовились, планировали, что будет работать выставка, нашли прямо оригиналы, печатные тексты, там, Угаров, вот эти экземпляры, первая пьеса нашли. И, в общем, уже после того, как он уехал из Кирова, он сюда несколько раз возвращался. В 98-м году Клоков поставил газету «Русский инвалид», он приезжал на премьеру. Приезжал в 2002 году, когда был проект «Живому театру живого автора», привозил театр «Док» на гастроли. То есть город, на самом деле, знаком с ним, но просто что-то немножко уходит, становится частью истории, а нам бы хотелось напомнить, что именно с нашим городом и с нашим театром связаны вот его первые шаги в драматургии и в творчестве. Расскажем тогда, какая часть именно будет посвящена Угарову? Вот эта лаборатория, она целиком будет посвящена ему, и будут прочитаны восемь его текстов, там шесть пьес, одна повесть и один киносценарий. А уже последующие, соответственно, гости будут приезжать. А это целиком как бы дань памяти ему. Одна пьеса — это из цикла, пьес, которые написаны для театра «Док», 24+, вот Егор, режиссёр этой читки. А так будут, кроме Егора, ещё у нас Александр Триастин, традиционный Захар Пантелеев, вот три режиссёра, три участника. Так вот, чуть попозже об этом, почему именно эти восемь, да, правильно, я записала восемь текстов? Как выбирали? — Ну, там же не такое наследие, он же всё-таки не Шекспир и не Островский. То есть там в любом случае, там пьес 15, то есть где-то, то есть выбирали полюбовно абсолютно, потому что каждый режиссёр выбрал те тексты, которые ему понравились, и всё. То есть тут я никого не насилую, ни себя, ни окружающих. — А в своей тогда работе? — Ну вот я сделаю 24+, это текст, который один из последних спектаклей Михаила Юрьевича, который он сделал в Театре «Док», 24+, это уже такая уже, скорее вербатим, то есть это скорее не пьеса, скорее немножко такой сборник. Вот, и две пьесы про описание по гроту и оборванца, то есть я вот сделаю три читки. Вот, оборванец уже классика такая, действительно он шёл во многих театрах, то есть такой сильный, внятный текст про описание по гроту, более экспериментальная, более такая нежная и лирическая история. — Но вы тоже будете классического прочтения придерживаться? Или есть какие-то задумки? — Так это же читки, поймите, как бы, то есть мы же ничего не делаем, то есть мы же ничего не ставим, то есть задача всем режиссёрам, то есть на первом плане текст. То есть задача читки — это раскрыть, помочь тексту состояться, помочь тексту прозвучать. Задача режиссёра — всё, мы ничего никак не, от себя не добавляем. — Нет, ну у нас тут тоже вот и в студии здесь у нас читали, и иногда это прям бывает, волосы дыма встают. — На самом деле, сами тексты Угарова, он рассказывает, в общем, если пересказать каждую его пьесу, там от начала до конца, это, как правило, очень простые истории. Но он каждый раз рассказывает их каким-то своим необычным способом. Он ищет какой-то вход, какой-то способ построения сюжета. То есть он экспериментатор, он новатор и человек, который продвигал новую драму и в том числе создавал её. И поэтому уже в текстах заложен вот этот эксперимент, эта новизна, этот необычный способ рассказывать историю. Мне, например, очень жаль, как за флиту, что не прозвучит пьеса «Голуби», которая ты начинаешь читать, у тебя сначала, как вы говорите, волосы дымом встают, ты думаешь, боже, что это такое? А потом ты понимаешь, ага, вот так, вот так, вот так, и этот пазл, он как перспектива. Ты движешься вперёд, она потихоньку перед тобой раскрывается. И в этом какой-то класс и потрясающее обаяние угаровских текстов, что не дочитав до конца, ты можешь остаться как бы в очень разных эмоциональных состояниях. Где-то там у него цитата «Человека от человека должно тошнить». И вот иногда возникает ощущение, что от его текстов какой-то там прочитал две сцены, да, и ты понимаешь, что тебе тошнит, тебе плохо. Но когда ты дочитываешь до конца, ты понимаешь, как мощно, как классно упаковал он эту историю. В общем, простую какую-то, совершенно понятную, известную там и так далее. Секундочку, я, как обычно, всех прерываю, потому что у нас 30 секунд рекламной паузы. Продолжаем «Дневной разворот». Разговариваем сегодня о лаборатории «Разбор вещей», которая посвящена Михаилу Угарову. Итак, мы забыли сказать, какое возрастное ограничение у всех читок. 18+. 18+, то есть всё для взрослых. Да, да, да. Ну, тема гендера, тема отношений мужчины и женщины, она была одной из основных у Угарова. Также, ну, как на этом вся мировая драматургия строится, Шекспир, Ромео, Джульетта и так далее, и так далее. И во многих его пьесах очень много эротизма, очень много вот такой нежности, любви и так далее. И, в общем, ну, как бы, поэтому, мне кажется, вполне нормально вставить 18+, в самый возраст, чтобы слушать такие прекрасно чувственные тексты. Ну, тем более сейчас детям-то вообще запретили где бы то ни было ходить, поэтому хотя бы 18+, ещё тут с этой точки зрения будет обосновано. Юля, тогда вот у вас «Голуби», Егор, у вас есть любимая работа у Угарова? Ну, наверное, всё равно любимая пьеса, конечно, «Обломов», конечно, то есть самая мощная, самая интересная. То есть, ну, просто я по ней спикакль поставил, поэтому сейчас я не стал как-то повторяться, потому что... Вот, тут дело даже не в этом, что ещё интересно, потому что текстом Угарова, вот кроме «Обломова», то есть, очень сложно найти место в репертуаре. Потому что они очень такие для... они неформатные, вот так скажем, то есть, потому что мало действующих лиц, очень сложно построенный сюжет, то есть, вот так для большой сцены, как бы, это почти невозможно, то есть. А тексты сами по себе очень хорошие, они очень манкие, очень хочется с актёрами это делать, как бы, очень хочется интересно это разбирать, с ними очень интересно работать. Поэтому для меня тоже такая возможность просто с этими текстами своими любимыми взять и поработать, взять их и сделать, найти им место, время. И как раз лаборатория – это очень хороший способ с этими текстами пообщаться. Ну вот да, кстати, вот этот момент о том, что хочется поработать, но нет возможности для большой сцены поставить с актерами как-то это, то есть сами они вышли, сказали, Егор, мы уже хотим почитать, ну правда, давайте уже что-то сделаем, или как вообще это, где эта идея родилась? В светлой голове главного режиссера. Да-да-да, все рождается только в моей голове. Вот. Интересно перечитать и удивиться, насколько это мощные тексты. Поменялись они в том плане, что это стало для них, я не знаю, менее личным, потому что прошло много лет, или в том плане, что поменялась обстановка вокруг, и эти тексты теперь воспринимаются с переложением на существующую действительность? Обстановка вокруг, конечно, поменялась, то есть, вот, но еще важно добавить, что я же был знаком с Угаровым, то есть, мы не раз встречались, общались в каких-то лабораториях, пересекались, то есть, и поэтому, опять же, возможность появилась как бы помянуть человека, то есть, с которым я был знаком, и, в общем, это, конечно, я воспользовался такой возможностью. А если бы... В Кирове будет проходить такая лаборатория? Безусловно, знает, потому что мы связывались и с Иваном Угаровым, его сыном, да, который с доком работает, и какие-то помощь просили в поиске текстов и материалов, там, к той же выставке, и он планировал, то есть, если бы лаборатория состоялась не в марте, а в феврале, то Иван обязательно бы приехал. Вот в марте у него не получалось, ну, то есть, мы еще когда все это собирали, еще слово коронавирус было только где-то далеко и в Китае, вот, так что, безусловно, да, они знают и... Может быть, они тоже будут рады приехать, потому что это такое значимое мероприятие, оно приятное для всех, кто знал этого человека. Тут сложно сказать, потому что, на самом деле, вот вчера буквально я прочитала, что, ну, как в Москве отменили уже 100% все спектакли и мероприятия, там, больше 50 человек, да, док сократил, там, на 40 человек зрителей число, да, то есть, мы понимаем, ну, вот так вот, каждый человек отдельно, например, Егор может поехать, там, на спектакль своего мастера, да, ну, чтобы театр сорвался и поехал на Угаровскую лабораторию, им надо играть свои спектакли, да, и поэтому тут не та история, в общем. Вот, ну, приезжают, на самом деле, потому что к нам уже просятся на лабораторию, то есть, сейчас приедет главный режиссер из Йошкар-Алып, вчера попросился приехать к нам на Угаровскую лабораторию, то есть, люди-то собираются. Кроме того, что куратор приедет в лаборатории, которого мы позвали вести обсуждение традиционное после читок, это Олег Лаевский, который тоже был знаком с Угаровым, и мы предполагаем, что он какое-то и личное отношение расскажет, и свои воспоминания, воспоминаниями поделится, и, то есть, гости на лаборатории планируются. Да, еще важно, что кроме читок самих будут фрагменты интервью с Михаилом Юрьевичем, то есть, действительно, будет много рассказов просто, в принципе. Я думаю, что Олег Семенович расскажет, Лаевский, потому что, действительно, они были знакомы, они были друзьями, ему, скорее всего, есть что рассказать. Вот, будут какие-то фрагменты интервью, что-то я вспомню, расскажу какие-то истории, какие-то случаи. Давайте тогда пробежимся по дням, да, в какой день что будет. Начинается все 24 марта, во вторник, с чего начнем? Мы начнем, собственно, с разбора вещей, то есть, это тот материал, та повесть, которая дала название всей лаборатории. На самом деле, мы название искали непросто, и было множество каких-то вариантов, черновых и так далее. И, кстати, Иван Угаров, ему очень понравилось вот это название «разбор вещей», да, которое подходит ко всей лаборатории, которое останется на будущее, потому что она такая, с одной стороны, узкая, с другой стороны, всеобъемлющее название. Эту читку делает режиссер Захар Пантелеев, и она начнется в час дня. Потом продолжит Саша Трясцен газетой «Русский инвалид». Тут какой интерес, как я уже говорила, в 98-м году эта пьеса шла в репертуаре театра «Наспаска», ее поставил Клоков, там был один состав исполнителей, сейчас будет, естественно, другой состав исполнителей. Но мы уверены, что есть зрители, которые видели Клоковский спектакль, которому интересно будет прийти посмотреть читку, потому что понятно, что своей драматургией Угаров изменил язык современного театра, и как Клоков ставил в 98-м году, мы все равно при всем желании не прочитаем. И это будет какой-то свежий, интересный взгляд на вот этот текст. И первый день лаборатории как раз завершит Егор с читкой 24+, та самая, которая строго 18+, вход по паспорту и все такое прочее. Документальная текста. Это во сколько? Это в 7 вечера, в 19.00. И таким вот будет первый день лаборатории. В среду мы продолжим. Начнем «Маскарад, маскарад» эта пьеса. Ну, то есть Угаров очень часто обращался к классическим сюжетам и переосмысливал, рассказывал их как-то совершенно иначе, совершенно по-своему. «Маскарад, маскарад» делает Захар Пантелеев читку. Она тоже в час дня начнется. Потом «Смерть Ильи Ильича» — это как раз вот Обломов, по мотивам Обломова написанная история. С 4 часов мы ее читаем для всех. И да, Саша Трясен делает читку. И вечером «Правописание по гроту» Егор Чернышев — это один из, мне кажется, самых таких смелых. Ну, вот в программе лаборатории один из текстов, который, ну, как бы, прям такие бомба будет. Ну, в смысле материала, как читка. Да я надеюсь, что все будет хорошо. Да. Вот. И финальный день лаборатории будет самый короткий, потому что вечером, ну, сейчас мы не можем говорить, будет спектакль вечерний или не будет. У нас в этот день должен быть затворник Шестипалый показан. Но, по крайней мере... Да, в любом случае, мы его критику-то покажем. В любом случае, мы сыграем затворника Шестипалого для одного критика. Для одного Лаевского, который будет сидеть в зале. В любом случае, он эксперт влаты в маске, и мы обязаны ему это показать. Да. А, соответственно, днем будет укороченная программа. Это две читки в 11 в час. «Море сосны» режиссер Трясцен. Это как раз киноповесть Михаила Угарова. И «Оборванец» пьеса, которую в час дня читку делает Егор. Кто из артистов принимает участие в читках? Почти все. Почти вся труппа, да. И более того, почти вся труппа, плюс артисты Кировского драматического театра, которых Захар привлекает к этому проекту. Ага, то есть это можно даже сказать, что совместная такая лаборатория получается. Нет, 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 лаборатория наша. То есть Захар привлекает артистов. А не было тут никаких разногласий? Зачем привлекать актеров чужого театра, другого? Ну, что значит чужого? Мы все работаем в одном поле и очень часто делаем какие-то, ну, там, или совместные, или зовём в гости. Например, та лаборатория «Избранная», которая была у нас осенью, из которой мы начинали в том числе сезон. Мариана Узун, актриса Кировского драматического театра, принимала участие в читках. То есть, ну, как бы, когда нас спрашивают там, типа, вы не ссоритесь, вы там, нет, нет, ничего подобного нет. И мы легко приходим на помощь друг другу и выручаем в каких-то ситуациях. А каждая читка будет проходить вот просто читкой, потом или будет обсуждение, не будет обсуждение? Да, обсуждение будет, безусловно. То есть, сегодня театр становится более горизонтальным, более открытым, и нет вот этой позиции, да, сверху, что только так и никак иначе. И поэтому разговор со зрителем после читки – это важная составляющая, как бы, действительно. Поэтому Лаевский будет модератором этого разговора, и каждый зритель сможет высказать свои впечатления, эмоции, соображения, поделиться, поспорить. Потому что мы, например, с Егором смотрели «Филармонию», когда в 2002 году как раз Угаров привозил док. Это было камерное пространство большой сцены, так зрители в 2002 году ещё сидели на сцене «Филармонии», обсуждали и те тексты, и пьесы, которые спектакли привозили, и там зрители говорили, о, зачем это чернуха, зачем этот мат, и так далее, и так далее. То есть мы понимаем, что, в общем, проходит 30 лет, дискурс не всегда меняется, но нам кажется, зрители сегодня стали чуть более готовы слушать, не только высказывать там свою позицию, но обмениваться, иметь точку зрения. Поэтому вот нам кажется, что обязательно будет этот разговор, и он будет очень интересным. — Я так понимаю, Аллаевский, да, как модератор будет задавать тон дискуссии? — Да. — Он будет на всех читать, как абсолютно. — Да, да. — Вообще, вот уже, да, начали, Юля, вы говорили по поводу того, там, готов зритель, не готов. Приходят люди, кто не готов, ну, то есть не готов услышать такие тексты, потому что если ты идёшь на Угаровну, ты всё равно должен понимать. Или бывают ли случайные люди вообще на таких мероприятиях? — Скажем так, мы же все разные, да, и у всех разная позиция, разные взгляды. И приходят иногда зрители на все наши проекты, на все лаборатории, приходят на, там, на сдвиг в фестиваль-лабораторию современного танца и говорят, там, нет, это тупиковый путь развития, да. То есть они всё равно, у них, например, ну, консервативная позиция, да, и они её последовательно отстаивают. — Хожу на экспериментальные спектакли, чтобы отстаивать консервативную позицию. — Вот, на самом деле, если они приходят, значит, что-то их привлекает, значит, это им действительно важно, значит, они хотят понять. Другое дело, что, может быть, требуется какое-то время, может быть, требуется определённый текст, который их зацепит, да, потому что, например, на осенней лаборатории, я не помню сейчас, вокруг которого из текстов, спор завязался именно вокруг нецензурной лексики, и был целый разговор, то есть каждый вечер разговор был очень разным, но в том числе и один вечер вот так получилось, что активно обсуждали именно эту тему. И если зрителю это важно, и если он хочет об этом поговорить и понять, почему, например, вот этот регистр русского языка сегодня может звучать со сцены или не может, мы должны с ним разговаривать и как-то учиться слышать, слушать и понимать друг друга. — А какие-то аргументы будете приводить в пользу того, что приемлемо, нецензурная лексика на сцене театра, неприемлемо? — Ну вот у Егора есть замечательный как раз аргумент. — Ну я так понимаю, Егор, наверное, не впервые с этим сталкивается. У вас уже заготовлены какие-то ответы? — Да нет, естественно, у меня заготовлены. Я про это уже 20 лет говорю, как бы этот разговор мне порядком надоел, честно говоря, то есть потому что, ну как вам сказать, ну действительно, как бы, то есть есть нижний регистр русского языка, то есть запретить как бы, запретить нецензурную лексику, то же самое, что у фортепиано отрезать две нижних ноты, отрезать от фортепиано сказать, что они неблагозвучные. Они очень редко нужны, но иногда они нужны, то есть без них необходимо, без них регистр будет неполный. Для полноты регистра нужны вот эти две ноты, которые очень редко используются. Так же и здесь. Разговор-то он очень простой, но это бесконечность. Вообще, как бы я на эту тему думаю, что действительно, что само ханжество по себе, это такое чувство, которое требует удаления, его тоже нужно как-то удалять. И вот этими текстами мы утоляем как раз, именно ханжество утоляем. Люди приходят, они ругаются, они чувство своего ханжества утолили. И это мы тоже делаем, да. Понятно, да, со зрителями бывает ли кто-то, что кто-то из артистов против? Она говорит, что нет, вот я ругаться на сцене не буду, то есть у меня там, я не знаю, принцип. Ну, естественно, артисты так же, как зрители, бывают очень разные, и они имеют право точно такую же позицию. Ну, то есть кто-то больше любит там Ахматову, кто-то Цветаеву, и это что, повод там подраться? У них есть профессия, если режиссер говорит, что надо это прочитать, они, конечно, да, но в душе могут быть не согласны. То есть, ну, это абсолютно, мне кажется, нормально. Ну, опять же, как бы, ну, то есть, ну что, нецензурную лексику в своих стихах серьезной лирики использовал Пушкин, ее использовал Есенин, Маяковский, Бродский. И что, актер скажет, что я культурнее Пушкина? Ну, бред же, ну, вот, правда, бред. Нужно сделать паузу, полторы минуты, мы вернемся. Продолжаем дневный разворот. В гостях у нас Егор Чернышев, главный режиссер театра «Наспаская», Юлия Янушайт из «Авлит» театра «Наспаская», драматург, говорим о театральной лаборатории «Разбор вещей», которая начнется 24 марта в театре «Наспаская», собственно. Егор, вот то, что вы говорили, да, о том, что лаборатория в будущем должна стать неким инструментом для пополнения репертуара спектакля. У этой лаборатории есть какая-то такая задача? Или она немного особняком стоит? Нет, она, конечно, немножко особняком стоит, потому что, ну... Нет, опять же, я не исключаю того, что какой-то эскиз вдруг удастся, вдруг мы что-то увидим и потом возьмем. Все возможно, я ничего не исключаю, но задачи такой нету в этой лаборатории. То есть, я думаю, что мы просто отдаем дань памяти. А в последующем, да, как это будет происходить? Вот чуть поподробнее про привлечение там местных драматургов. Или, Юля, вы одна будете трудиться за все? Да нет, я думаю, что это... Ну, вот те мысли, которые у меня сейчас есть в голове, значит, что мы будем, скорее всего, собирать три пары, то есть будет два приезжих драматурга, два приезжих режиссера будет, и одна пара будет местных, то есть местного драматурга с режиссером. То есть будем запускать три проекта. Я думаю, что мы также будем раздавать как-то актеров, что, ребят, что вам еще вот, кроме вам группы, вот этих людей, этих, этих, вот этих. И в итоге будет три эскиза. Я думаю, что будет очень свободный формат, то есть не то, что люди за неделю должны написать пьесу, нет. То есть вы за неделю должны сделать все, что угодно. То есть экспозицию, начало, кульминацию, финал, все, что хотите. Заявка какая-то. Да, какую-то некую заявку, то есть. Ну, то есть это прям все равно будет по времени ограничено. Я думаю, возможно, это будет как-то размазано там по сезону, условно говоря. Вот вы соберете там эти команды, и они в течение какого-то длительного, прошу прощения, срока будут работать. Нет, нет, нет. Я думаю, что это будет как в лаборатории, это будет там неделя максимум. То есть я думаю, дней пять им будет дано на работу. То есть за неделю можно. Не щегит, Егор Владимирович, ни режиссеров, ни драматургов. Реально за неделю написать пьесу для театра? Я говорю, что не будет пьесы никакой. То есть пьесу, конечно, написать нереально. То есть посмотрим. Может быть, будем давать какую-то тему общую для всех. То есть может быть, не знаю пока еще. Пока вот сейчас, опять же, мне не нужно, чтобы приехал Олег Семенович, как бы Лаевский, чтобы мы провели эту лабораторию и заодно придумали формат. То есть я думаю, что за эти три дня, пока мы читаем Угарские пьесы, мы придумаем с Олегом Семеновичем формат, как мы это будем проводить дальше. Потому что здесь очень много задач у меня. Потому что я очень верю в проектный театр. Мне, в принципе, нравится сама идея. Когда текст не приносится, а когда текст пишется на актеров. Потому что иначе, когда очень часто получается, что ты нашел отличную пьесу, только играть некому. И ты начинаешь натягивать ежа на кактус или сову на глобус, как кому лучше. То есть давайте... Тут этой ситуации не будет. Когда текст пишется на актеров, это всегда очень хорошо получается. Тут же я опять смотрю в сторону Юлии, потому что вы же видите этих актеров. И наверняка, когда работаете с этими людьми ежедневно, вы так или иначе уже что-то в голове придумываете, что может подойти, налезть на конкретного каждого актера. Не, ну я не маньяк. Конечно, всё равно пьесы иногда рождаются немножко иначе. В этом смысле интересно тот опыт, который Угаров, пережил в этом театре, ведь ни для кого... Ну, кто его знал и кто с ним общался, для его учеников и так далее, не секрет, что он не любил вот этот кировский период. Он не любил Киров, не любил вспоминать, потому что, в общем, это в том числе был огромный вал какой-то безумной бумажной работы, каких-то отчётов, справок. Мы сейчас подняли его личное дело, вот эти там переписка с каким-то автором, собирали худсовет, Угаров писал, что текст там низкого художественного уровня, прошу там... И вот это бесконечное вытягивание сил. И при этом он что-то писал в стол, те пьесы, которые опубликованы. И он писал, например, по заказу театра под псевдонимом какие-то тексты. То есть там Мишин, по-моему, он писал инсценировки сказок и так далее. То есть мы понимаем, что как для актёра не может быть каждая роль, хотя они все говорят всегда, что мы любим все свои роли, и действительно никто спустя рукава не работает, но есть тексты, которые ты там пишешь. Не значит, что ты их плохо пишешь. Там на заказ и Угаров писал инсценировки. И играл также точно, если посмотреть на его репертуарный лист, то есть до того, как стать за флитом, он играл артистов. И понятно, что одно дело, когда он играл главные роли какие-то, а в спектаклях другое дело, когда у него там кузнечики, там ещё какие-то ёлочки. Очень интересно смотреть и соотносить вот того Угарова, которого ты знал, которого ты видел, которого мы там как бы потеряли, что называется, с теми ролями, даже с теми названиями. Очень интересно, ну, как бы сопоставлять и думать, а вот как это он там кузнечиком прыгал. И, в общем, это всё безумно интересно. Поэтому такого, чтобы прямо я хожу по театру и думаю, так, я сейчас напишу, такого, конечно, нет. Ну вот по поводу, да, некой, я не знаю даже, как это назвать-то, местечковости, да, то есть вот не секрет, что вот у нас как-то вот, я не знаю, это проблема там Кирова или это проблема многих городов удалённых, там равно удалённых от Москвы, когда люди считают, что всё, что сделано вот здесь, вот это, ну, то есть, как, я не знаю, какой-то колхоз вот любят у нас говорить, что типа, ну, это там Кировские лапти, там ещё что-то, вот нет какого-то такого опасения. И я не знаю, насколько готов Кировский зритель, да, там, к тому, чтобы на сцене театра играют Кировские актёры, и они играют Кировские работы. Ведь это тоже не сегодня появилось, и не то, что вот Егор сейчас придумал лабораторию, и завтра появятся тексты кировских авторов, их ставили с самого начала, и как бы... Ну, во-первых, действительно, как бы, мы не... я говорю, что мы планируем, что два драматурга, два режиссёра будут абсолютно... будут приезжих, и будут известных, и будут приедут крутые ребята. Это раз. А второе, как бы, ну, я действительно, мне с этим очень сложно бороться, потому что вот это вот какая-то низкая самооценка самих жителей Кирова, честно говоря, меня это утомило, потому что, ну, мы же здесь тут все убогие, поэтому у нас тут всё убого, и то, что вы сделали, тоже убогое. Я-то здесь при чём, ребят? Это ваша самооценка. Вот с этим очень сложно бороться, как бы... Ну, как у нас может что-то хорошее получиться? Мы тут убогие все. С чего мы тут все убогие? Вот это, если мне не кажется, значит... Да, нет, действительно, это есть, очень сложно с этим бороться, очень сложно это перешибать, потому что чем мы хуже-то, не понимаю. Ну, вот как же, у нас же тут же... не понимаю. Сложно это перешибать, потому что я заметил это на премьерах, потому что вот... А лаборатории, да, где-то в будущем, впоследствии, планируете как-то находить через них работы, ну, то есть не только для взрослой аудитории, но для детства, для юношества? Да, безусловно, конечно, я думаю, что... Будет, возможно, отдельно выделены какие-то вот... Я думаю, да, я думаю, что как-то мы сейчас наберем сначала вечерний репертуар, то есть я думаю, что сначала будет, а потом мы займемся и подростковым, и детским, то есть я думаю, что все это в планах. И осенняя лаборатория избранная, возможно, она будет, в какой-то момент она станет избранной и детской, то есть и эта лаборатория тоже, то есть это все. Это формат, который довольно живой, свободный, он позволяет маневрировать, да, то есть мы можем не только тему задавать, а и возрастную там, адрес. — А будет ли такая возможность людям, которые еще не умеют писать, либо очень заинтересованы в этом, где-то у себя дома сидят, пишут в стол, прийти в театр и вот познакомиться с теми драматургами на лабораториях, которые приезжают, и с режиссерами, и, возможно, как-то усовершенствовать свои навыки? — Какие-то мастер-классы, возможно, в рамках лаборатории. — Да, я думаю, что все это возможно вполне, потому что, опять же, вот с Угаровым встречались, как раз, в Кирове на ДНК, и он проводил, то есть мы в Кирове, в Красноярске, там была лаборатория «Драма Новый Кот», которую он проводил, и там были мастер-классы, то есть с местными драматургами он общался, то есть они что-то писали за три дня, он с ними какие-то занятия проводил. Это все было, это все возможно и у нас. — И в Кирове это тоже было, там, например, в драмтеатре была осенью премьер, приезжал Багаев, и он вспоминал, что там в 90-каком-то году он совершенно молодой драматург, приезжал, там ему 1-22 было, в театре на Спасской проходила как раз драматургическая лаборатория, были Лоевский с Угаровым, и учили, в общем, писать пьесы молодые, со всей страны собирали под гиды СТД лабораторию драматургическую. — То есть есть возможность, да, вот в рамках какой-то лаборатории вокруг Нью-Йорк, я не знаю, нарастить там, я не знаю, ну, громко, да, там школа какой-то драматургии или еще, ну, то есть что-то, что, да, что-то, что работало бы там, я не знаю, на постоянной основе, расширяло вот этот вообще саму театральную жизнь Кирова, как-то связывало все театры и любительские, и те, которые работают там. — Они уже связывают, и каждая лаборатория, она, в общем, частично ориентирована, как бы, да, ну, на ту театральную среду, которая есть. И мы ждем и тех авторов, которые, и они приходят, которые пишут пока в стол, но мечтают стать драматургами, приходят постоянные гости всех наших лабораторий, театр «Кактус» и так далее, да, то есть все между собой общаются, все приходят ко всем, это в любом случае новый какой-то зрительский опыт, новые темы, новые форматы лаборатории, да, потому что там та же лаборатория в драме, но мы всегда ходим к коллегам и друзьям смотреть, как у них происходит, что им интересно, что они делают. То есть вот этот обмен впечатлениями, мнениями и энергиями, он происходит постоянно. Другое дело, что у нас в Кирове, вот как Егор говорит, да, низкая самооценка, я еще заметила, что у нас каждый раз все немножко с нуля, да. Вот у нас был драматург Угаров, уехал, все, там, на 30 лет драматурга в городе не стало. У нас первые лаборатории проходили там в 90-е годы, да, и так далее, и так далее. То есть каждый раз мы немножко все начинаем сначала, да. Все новое, хорошо забытое, старое. 2002 год, полный зал филармонии, ну, как бы вот там сколько мест было, сидят, смотрят пьесы документальные, острые, там, какие-то спорные, и обсуждают, проходит какое-то время, и там начинают, ах, мы первый раз слышим вот такую-то пьесу, да, ну, как бы не первый раз, и это все как бы идет, но почему-то у нас нет вот этой непрерывной связи. А что нужно сделать, чтобы эта ниточка не прерывалась, и чтобы, я не знаю... Не прерывать. То есть получается, что... А как она прерывается тогда? То есть просто то, что люди уезжают? Уезжают люди, да, и какой-то провал каждый раз получается такой небольшой, да, там, как мы знаем, там был Клоков, да, был зритель, который ходил на спектакли Клокова, уехал он, и мы там общались с несколькими людьми, они не стали ходить на спектакли театра на Спасской, в принципе. Прошло 30 лет, и они вспоминают, ах, Ромео и Джульетта, ах, три мушкетера, но как бы, ребят, ну, сходите, посмотрите, так же, как мы читаем очень разные книги, да, что-то нам нравится, что-то не нравится, в театре это нормально, но они вот сделали себе наш кумир там Бородин, или наш кумир Клоков, или наш кумир Павлович, и каждый раз мы немножко теряем, условно говоря, какую-то часть аудитории, и, понятно, приходит новый зритель, сегодня масса зрителей, которые приходят на Чернышева, да, но Егор послезавтра уедет, и опять, ну, я не знаю, может быть, это как раз с каким-то менталитетом связано, да, потому что, в принципе, если я люблю театр, то я хожу на любой театр, если я люблю читать, то я читаю огромное количество очень разной литературы, а у нас вот есть такое, ну, не знаю, может, это какие-то такие зрительские сердечные привязанности, с которыми тяжело расставаться. Ну, опять же, почему все лаборатории, как бы, я затеваю, и стараюсь делать ежегодными, что это часть календаря. Опять же, я стараюсь затеять в театре уклад, который работал бы без меня. То есть, лабораторию избранная, ее можно, она сама обновляющаяся, ее можно вне зависимости, есть я в театре, нет меня, как бы, это может Юля делать сама. То же самое эту лабораторию я пытаюсь сформировать так, чтобы она была весенней, ежегодной, чтобы это был некий уклад, который повторялся бы в любом случае. Ну, это вот на самом деле очень важно, потому что, если перекладывать, например, на работу, простите, органов муниципальной власти, то там стоит точно такая же проблема, уходит человек, и вместе с этим человеком растворяются в небытие все какие-то наработки, инновации, если они были, то здесь, да, если, Егор, у вас получится создать что-то, что те люди, которые придут после вас, даже не задумываясь, будут это использовать как некоторую данность, возможно, вот, наконец, перестанет у нас прерываться эта ниточка. Минута буквально остается. Про выставку упоминали вы, про какую-то... Да, это выставка в фойе для зрителей, как раз мы хотим представить там личное дело. Я сходила в Госархив, мы сделали сканы документов, там, когда Угаров писал заявление, что он там не партийный, не женат, и просит принять его в театр на Спасской на должность артиста и так далее. Какие-то вот эти архивные документы, которые подняли афиши там со спектакля, где он, как драматург, фигурирует фотографии какие-то. Ну, то есть мы собрали вот то, что есть в театре, связанное с его именем, с его наследием, пьесы в пыльных папках отряхнули, достали, и тоже будет возможность полистать вот эти машинописные старые тексты. И вот эта выставка в фойе будет оформлена к лаборатории. На этом нам пора закругляться уже. Театральная лаборатория «Разбор вещей» в театре на Спасской начинается 24 марта. Пройдет она в любом случае, независимо от эпидемиологической ситуации. Просто вопрос, в каком формате. Егор Чернышов, главный режиссер театра на Спасской. Юлия Янушай, это завлит театра на Спасской. Драматург Соня Демина, Дарья Топузлеева. Прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин